Сотня желто-голубых стягов и 500 памяток для воинов АТО. Одесская областная организация партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко продолжает помогать украинским военным. Флаги и литературу отправят в станицу Луганскую. Это пункт прямо в прифронтовой зоне в 35 километров от зоны боевых действий. Для наших воинов очень важно иметь на передовой флаге Украины. Лично я считаю, что над каждым зданием в нашей стране должен развиваться желто-голубой флаг. Для наших воинов флаги это не только символ, это боевое знамя. Кроме того, именно по украинским флагам в прифронтовой зоне ориентируются волонтеры, везущие помощь нашим военным. В «Одесской солидарности» подчеркивают, что благодарны солдатам и офицерам за то, что наш город может жить мирной жизнью. А для того, чтобы вернувшись с передовой, бойцы знали о своих правах, передают им вот такие книги. Мы напечатали более тысячи экземпляров, значит она уже с изменениями на 2018 год. Там все обязанности, права участников антитеррористической операции, начиная от призыва и заканчивая всеми социальными льготами. На восток Украины отправят половину этих памяток. Остальные останутся в Одессе, чтобы в партийных организациях могли консультировать демобилизовавшихся воинов АТО. К акции присоединились и в Черноморске. С началом боевых действий на Донбассе городская организация партии «Солидарность БПП» сотрудничает с волонтерами. Павел Тринчук не теряет надежды, что однажды флаг, который отправили из Одесской области, будет развиваться над Донецком. «Мы уверены в том, что чем больше украинских пропорций будет на северной части нашей страны, тем ближе тот час и та события, когда мы установим порядок и контроль над северными кордонами нашей страны». 18 апреля национальные флаги и памятники отправились к украинским бойцам на Донбасс.